Начинаю запись. Всем привет. Сегодня 7 декабря 2018 года. Это собрание анонимных компульсивных передач. По изучению больших книг анонимных алкоголиков. Давайте помолчим, помедитируем и попросим... Пригласим Бога на нашу встречу и затем скажем молитву о дышавном покое. Рогина Сейли Северенди Пре. Боже, дай мне разум, дышавный покой. Принять то, что не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу. И мудрость отличить одно от другого. Из предисловия к первому изданию. Мы члены Содружества анонимных алкоголиков. Тоболе 100 мужчин и женщин, которые выздоровели, попав, казалось бы, в безнадежное состояние мышления тела. В книге анонимных алкоголиков мы заменяем слово алкоголь на слово компульсивное переедание. И под этим мы имеем в виду любое расстройство пищевого поедения. Главная цель этой книги – показать другим компульсивным переедающим, как именно мы выстроили. Мы надеемся, что эти страницы покажутся им столь убедительными, что не потребуется никаких дополнительных свидетельств. Мы думаем, что этот рассказ о нашем жизненном опыте поможет каждому лучше понять компульсивную переедающую. Многие не осознают, что переедающий – очень больной человек. И кроме того, мы уверены, что наш образ жизни подходит всем, и каждый может извлечь из него свои преимущества. Меня зовут Татьяна, я выздоровела компульсивное переедание, я буду вашей ведущей на сегодня. Так, и добро пожаловать на изучение Большой книги А для компульсивных переедающих. Это собрание происходит на скайпе, каждый вторник в 18.00, в четверг и воскресенье в 9.00 по Москве, в пятницу в 19.00. И еще в понедельник у нас теперь спикер по шагам в 18.00 тоже, все время по Москве. Это открытое собрание, мы приглашаем всех, у кого есть интерес к компульсивному поведению, с едой и к нашей программе выздоровления. Вам не нужно представляться или говорить о причине, которую я привела вас сюда, если не желаете. Ваша анонимность будет сохранена, мы просим вас, чтобы вы сохранили нашу. Хотя это открытая встреча, членство анонимных компульсивных переедающих и в этой группе только для тех, у кого есть серьезная проблема с едой, кто хочет перестать компульсивно есть навсегда. Есть много других сообществ, которые работают над другими проблемами. Помимо компульсивного переедания, мы будем рады помочь вам найти нужную помощь. Прежде чем приступить к вам... Так, у нас сегодня спикерская, спикер у нас Катя, а переводить ее будет Петя. Сейчас еще Петя еще не появился, но он должен скоро появиться. Так, давайте прежде чем приступить к спикерской, мы рассмотрим традицию месяца. Двенадцатая традиция. Порой с традицией под рукой прочитать. Двенадцатая традиция. Анонимность – духовная основа наших традиций, постоянно напоминающая нам о том, что главным являются принципы, а не личности. И развернутая форма. И последнее. Мы члены сообщества анонимных алкоголиков. Развернутая форма, она у ААА существует. Мы верим, что принцип анонимности имеет огромное духовное значение. Он напоминает нам о том, что мы должны отдавать предпочтение принципам, а не личностям. Что мы должны на практике следовать принципу подлинного смирения. Это необходимо для того, чтобы дарованное нам огромное благо никогда не испортило нас. Чтобы в нашей жизни мы всегда с благодарностью размышляли о нем, стоящем над всеми нами. То есть принцип подлинного смирения в частности проявляется в том, что на самом деле все это делает Бог, а не мы. И соответственно мы не можем брать на себя какие-то заслуги, что это я выздоровела, это я кому-то помогла. Что кто-то может быть главнее, чем кто-то в другой группе. Мы все равно, мы все двигаемся по духовному пути вместе. Пятая традиция гласит, у каждой группы есть лишь одна главная цель – нести наш увес тем компульсивным передачам, которые все еще страдают. Это наш главный духовный ориентир. Задача нашей группы – это предоставить людям место, где можно узнать о 12 шагах и следовать им. Наш опыт показал, что регулярная работа над шагами обеспечивает лучшую, более разумную жизнь. А мы относимся ко всему остальному как к внешним проблемам, это включает личные проблемы, отлежащие места делиться этими проблемами, это с вашим спонсором. Именно в работе со спонсором происходит настоящее выздоровление. Так, и почему-то Петю я не вижу, так что давайте я пока начну. Или я может что-то путаю, но вроде нет. Ok, Катя, я не вижу Петю, поэтому мы не сможем прощать. Петя, ты здесь? В ней,anne TF доложи. Ok, great. Trek it away. Петю я здесь. Ok. Ok. Я не знаю. Ok. All right. there's a lot of noise okay um all right so um i'm hearing myself echo this is okay thank you okay my name is katya and i've recovered i've recovered from compulsive eating and i'm very grateful to be here today hold on cut that uh is there echo still no go ahead okay so my name is katya and i've recovered from compulsive eating and i'm very go ahead i'm very grateful to speak with you today though i have a russian name i do not speak any russian my mother is russian and i was raised in the united states my mother is russian and i was raised in the united states my earliest memory of having issues with food my самое первое воспоминание о едой was at around age 8 i was very fascinated with what my friends in school were eating at lunch мне очень нравилось то что друзья в школе ели на ланч i was not able to eat those kind of foods because my mom wanted me to eat healthy но мне не было дозволено есть эти продукты потому что моя мама считала что мне нужно питаться здорово one of the things that all addicts have in common есть одна вещь которую зависимые люди имеют общую разные люди имеют вот эту вот единую черту is an often very strong self-will это сильная сильная воля и я не была исключением я стала красть деньги с отца в гараже и я покупала все те продукты которые мне нельзя было есть из магазина хочу добавить что даже будучи маленьким ребенком я была очень чувствительна и склонна к тому чтобы чувствовать себя грустно и разделенна я чувствовала что я не особо подхожу and was very insecure была не уверена в себе so food changed the way i felt from an early age я использовал я использовал еду чтобы получить вот это чувство легкости и непринужденности начиная даже с восьми лет таким образом началась длинная история компульсивного переедания я заметила что я была несколько более полной чем мои одноклассники в школе i wasn't obese i was just a little chunky i don't know if there's a word for that in russian я не была совсем уж толстой но была в теле для них и вы и и и и и очень и и и и и и То есть, даже в этом возрасте я не могла принять решение остановиться, не делать то, что я делала. Я уже тогда потеряла контроль. Тогда я еще больше стала красть денег для того, чтобы купить таблетки, которые способствуют похудению. Не раз у меня не получалось самостоятельно, я искала путь, как остановиться. И не обжираться. Что-то извне, что мне поможет. И это мне не помогло. Я очень плохо себя почувствовал после того, как я приняла эти таблетки, и у меня была рвота. Когда я возрослела, я узнал, что можно, оказывается, упражняться. Это были в 80-е годы, и все делали аэробику в это время. И я прямо от этой аэробикой занимался три часа подряд до того, как уже наносила вред своему телу. Я пытался следовать диетам, которые я находила в журналах и в книгах по питанию. У меня никогда не получалось придерживаться их, и к концу дня я обжирался. И с утра я просыпался, я ненавидела себя, и я принимал твердое решение никогда больше не повторять этот опыт. Это положило начало ряду лет, когда я пыталась побороть свое тело и свое компульсивное переедание. Я знал, что у меня есть еще психологические проблемы, и я поэтому стал читать книжки по самопомощи. Я подумал, что если я разберусь со своим эмоциональным психологическим миром, тогда я перестану обжираться, компульсивно передать. То есть подростковые годы, что происходило, я чрезмерно упражнялась, физически делала упражнения, и у меня были от этого уроны в теле. И я уже так плохо себя чувствовала, что я не могла больше физические упражнения делать, мне было больно, и я набирала вес обратно. У меня была паника по поводу этого, которую я не могла остановить. Я до 50 раз в день смотрела в зеркало и наблюдала, не набрала ли я веса. Будучи подростком, я пошла зарабатывать деньги в ресторан быстрого питания. Там я встаня от других, брала еду, заходила в холодильную комнату и там жрала. Однажды коллега спросила, что не была ли я беременна, потому что так быстро я набрала вес. И это меня шокировало, и я пошла искать другую диету, которая, следующую диету, которая даст мне ответ на решение этой проблемы. Будучи подростком, когда я боялась набрать вес, я могла придерживаться диеты в течение нескольких недель. Моей мотивацией был страх потолстеть. Это было мучительное существование. Еда была все, о чем я думала. Была постоянно поглощена размышлением, что мне есть или что мне не есть, или ситуациями обжорства. Когда мне было 20 с небольшим лет, я услышала, что есть что-то, что называется анонимные передающие. Я пошла на встречу группы, и я была впечатлена, и у меня чувство какого-то освобождения было, что, оказывается, не одной у меня такой проблемы. И я вот встретила там группу более женщин в возрасте, и я слышала их. Их история об эмоциональных переживаниях, и я почувствовала, что вот похожие переживания, и подумала, ну, может, я смогу в этой анонимной передающей, собственно говоря, решить свои проблемы. И мне сказали, что ответ заключается в том, что нужно иметь воздержание или трезвость, и мне нужно, собственно говоря, находиться в воздержании. Когда я спросила людей, что это означало, ответа, что я получила, что я требовала найти свой планы и избежать определенных продуктов, и что, если я сделал это один день в один раз, я бы была в воскресенье. Мне сказали, что для того, чтобы находиться в воздержании, мне нужно найти подходящий план питания, придерживаться его один день, и каждый последующий день, только сегодня, потом еще раз сегодня. И в этом будет заключаться воздержание. Но у меня ни разу, ни одного раза не получалось придерживаться плана питания больше одного-двух дней. И меня смущало то, что я слышал на этих встречах, потому что я понимал, что есть какие-то виды еды, ингредиенты, которые надо избегать. И если я буду их избегать, все будет нормально. Но что происходило? Даже если я избегал этих особых пищевых продуктов, все равно я нажирал с тем, что было разрешено. Я провела много-много лет, слушая на группах людей, которые говорили о своих переживаниях и проблемах в жизни, о понимании моей проблемы и понимании того, как работает программа. Я подумала, ну, я думала о том, что если я услышу нужную мысль соображения в нужное время, то это решит проблему. На этих встречах не особо много концентрировали внимание на том, как проходить шаги по книге анонимных алкоголиков. На самом деле мы даже редко читали вообще книгу анонимных алкоголиков. Ну вот, в итоге то, что я говорил о своей проблеме и слушал о том, как другие люди говорят о проблеме, не помогло мне выздороветь. В последующие 20 лет я уходила из анонимных передающих с чувством отращения и искала другие решения. И потом раз в 5 лет опять появилась на встрече анонимных передающих, чтобы проверить, ну, не поможет ли на этот раз. Я чувствовала себя неудачницей, потому что я искала вот это решение, задачи в кавычках. Многие мне говорили на встрече, что, наверное, я просто не хотела выздоровления так сильно. Немножко расскажу о тех вещах, которые я попробовал за эти 20 лет, чтобы разобраться с проблемой с едой. Я попробовала множество разных путей принимать пищу. Например, я попробовал диеты веганскую, вегетарианскую и кето-диету, другие диеты. В поисках решения в интернете я провела множество часов и кучу тысяч долларов в поисках этого решения. Я нанимала консультантов, тренеров, посещала терапевтов. И я использовала медицинские препараты в решении. Один из препаратов, который должен был вылечить проблему обжорства и зажоров. Он привел к тому, что я на середине предложения забывал, что я собирался сказать. Еще я подумала, наверное, мне стоит поменять тот штат, в котором я жила и найти более солнечное место для проживания. Я подумала, может быть, если погода будет лучше, то я буду счастливее и, в общем-то, не буду переедать компульсивно. И это не сработало вообще. Я постоянно была в поиске чего-то, чего не хватало в моей душе, чтобы перестать компульсивно есть. И я начинала какие-то взаимоотношения, близкие отношения, я начинала пробовать какие-то хобби, даже съездила в Индию в поиске. Я подумала, ну, наверное, смена контекста поможет мне выбраться из этого. Но в Индии я пробовала диету низкоуглеводную, и я привезла с собой чемоданы дорогих пищевых продуктов для этой диеты. То есть я нашла себя в этой бедной стране, в которой я постоянно загонялась насчет того, что есть и как есть, и еще в надежде подцепить какой-нибудь бациллу, заболевание, которое поможет мне сбросить еще 20 килограмм. Мы компульсивные передачи можем немножко отличаться в видах вот этой вот загона на еде. Но внутри корнем является болезнь сознания, которая мучает нас. Ничего из того, что я пробовала делать, не решала моя проблема. И к тому времени я уже была за 40. Где-то два с половиной года назад я в какой-то момент подумала, может так и будет, может быть до моей смерти так и будет продолжаться. Потому что планы питания мне не помогли, мне не удавалось их придерживаться. И мне казалось, что программа анонимных переедающих не принесла успеха. И вот в этот момент я считаю как раз моим настоящим первым шагом в программе. Я попробовала все, что только могла придумать, перебрала все возможные подходы и ничего не сработало. И в этот момент я чувствую как рука Божья коснулась моей жизни. Потому что два дня спустя я решила еще раз попробовать позвонить на собрание анонимных переедающих. На этой встрече была женщина, которая говорила о том, что она выздоровела. И она не употребляла план питания или воздержание. Не говорила об этом. Никогда я не слышала такого рассказа в собраниях анонимных переедающих. Я позвонила ей в отчаянии сразу после группы. Когда я взглянусь назад, я могу видеть, как я могла выглядеть в ее глазах. Потому что я была в ОАЭ за так долго, у меня была большая идея. Отглядываясь назад, я представляю, как я могла звучать и выглядеть в ее глазах. Потому что я так долго была в программе анонимных переедающих. И у меня было много соображений и идей, как нужно выздоровлять. Мне нужно было смириться, чтобы слушать предписание и молчать. Потому что у нее было решение, а у меня был один хаос. В этот момент началось мое путешествие к тому, чтобы освободиться от десятков лет компульсивного загона в связи с едой. Она провела меня по шагам, которые предлагаются в большой книге анонимных алкогольков. Это был первый раз, когда я прошла вот эти вот шаги по книге и, честно говоря, я не думала, что это поможет. Я думала, что книга уже устарела, она же про алкоголиков, она не про компульсивных переедающих. Что последовало за этим можно назвать только настоящим чудом. Причем я продолжу, я бы хотела взять шаг назад и поговорить о том, что я имею ввиду под чудом. Обычно я не рассказываю эту часть истории, но поскольку я сейчас рассказываю в русской группе людей, я бы хотела поделиться этим. Я всегда верила в Бога. Потому что я была воспитана и меня заставляли ходить в русскую православную церковь. Хотя в моей юности мне не нравилась церковь, я всегда думала, что Бог есть. Я писала кучу страниц писем к Богу, моля его о том, чтобы он забрал, избавил меня от этой одержимости едой. В 2005 году я переехала в штат Аризона, чтобы поселиться рядом с греческим православным монастырем. Там я услышала о известном святом, которого звали Святой Иоанн Максимович. Чьи останки, мощи, они находятся в Сан-Франциско и они нетронуты тлением, нетленные. Так, я бы ездил 8-10 часа до встречи с Сан-Франциско и попросил его, чтобы он забрали, чтобы он мог сделать это. И я попросил Бог, чтобы он помогал, и это не работал. И я ехал по 8-10 часов, чтобы посетить этого святого мощи, потому что я молилась Богу о том, чтобы он забрал вот эту одержимость. Я думала, что он может забрать эту одержимость. Почему я делюсь этим? Потому что я действительно попробовала все, что было, включая обращение к Богу. До того, как я пришла к работе по большой книге анонимных алкоголиков. И в книге большой говорится о том, что сама по себе вера недостаточно. И это относилось к моему случаю. Давайте я расскажу тебе, что сработало и как это сработало. Тот человек, который провел меня по первым трём шагам в большой книге, провел меня по первым трём шагам за один разговор. Я не могла себе представить, что это так просто. Первый шаг – это признание собственной поражения и невозможности остановиться в своём поведении комплексивном. Это было для меня правдой. И шаг 2 – была ли я готова поверить, что есть высшая сила? Я была готова. И третий шаг – это работать по остальной части программы от всего сердца. После того, как я произнесла молитву третьего шага, предлагаемую в большой книге, я почувствовала какой-то сдвиг внутри себя. И в эту ночь я перестала обжираться. Я думаю, что это была Божья благодать, которая дала мне такую поддержку, вдохновение, чтобы я двигалась дальше. Когда я сделала четвёртый и пятый шаг, я смирилась. Я почувствовала смирение. Я увидела все те вещи, которые я делала в прошлом, которые были неверными. Как будто я надела новые очки и могла видеть чётко в первый раз в жизни. Я поняла, что у меня была не проблема с едой. У меня была проблема с жизнью. Я была полна страха и могла думать только о себе. То есть, как называют большая книга, эгоизм или эгоцентризм. Это было действительно про меня. Это было такое облегчение понять, в чём же моя проблема. И я сразу поняла, почему план питания не решал эту проблему. И когда спонсор провёл меня по остальным шагам, я поняла, что есть и решение. Решение к этой проблеме жизненной, к тому, как жить. Когда я дальше пошла по шагам и подошла к шагу возмещения ущерба, я почувствовала, что я не смогу это сделать. Если бы я не была настолько... Не чувствовала себя настолько безнадёжной, я, наверное, ушла бы в этот момент из программы. Но у меня была вот эта готовность и отчаяние. Поэтому я была готова делать вот эти вещи, которые мне казались очень сложными. И с каждым шагом, который я делала, я чувствовала себя свободнее. И моя одержимость пожрать, она ушла. Я оборачивался, думал, ну, неужели опять сейчас вернётся эта одержимость. Но ни разу не возвращался. Эта программа, которая описана в этой большой книге, дала мне новую жизнь. У меня было очень много уныния, депрессии и тревог. Иногда я уходил в кладовку, чтобы бороться со своей кривогой. Это единственное, что меня успокаивало. И вот эта уныния в основном ушло. И вот это уныние, депрессия для меня, это уныние. Это было постоянное размышление о себе. И это как раз приводит к депрессии. В результате этой программы Господь не только собрал мою поддержимость и желание обожраться. Но он дал мне новый подход к жизни, решение. И я живу радостно. И это вот новый образ жизни. Раньше я думала, что если у меня будет худое тело, идеальное, то я буду счастлив. И каждый час бодрестнее я посвящал тому, чтобы мой тело стал таким. Это был настолько эгоистичный подход к жизни. Теперь я следую инструкциям, которые изложены в большой книге и ищу, кому я могу помочь. Я далека от совершенствия, и у меня до сих пор есть много дефектов характера. Я готова и хочу, чтобы Господь убрал эти дефекты характера. И что он может убрать их в свое время. И что у меня сейчас есть, что было недоступно только в опыте церкви. Это личные взаимоотношения с Богом. И это помогает мне и ведет меня во всех аспектах моей жизнедеятельности. И когда я смотрю назад, я благодарна за то, что Господь и мои молитвы святым не убрали проблемы одержимости съедания. Потому что я не буду мотивироваться, чтобы жить в жизни, который предложил в большом книге, который я сейчас делаю, который мне очень радует. В противном случае, я бы не была замотивирована жить вот этими принципами, изложенными в большой книге. Звучит, конечно, как какая-то сказка, но сложно поверить. Но работа по программе точно, так как описано в большой книге, это единственное, что сняло, освободило меня от этой одержимости. И также этот подход дал мне подход к жизни, структуру, следу которой я остаюсь в радости большую часть времени. И это потому, что моя новая цель в жизни, это не получить какое-то идеальное тело худое и не получить все, что я хочу в жизни. Но моя цель это нести вот эту весть, которая изложена в большой книге. Тем, кто все еще страдает, чтобы они тоже могли выздороветь. На этом я завершу то, чем я хотел поделиться сегодня. И хотел прочитать небольшой кусочек из большой книги, который мне понравился сегодня утром. Вы встретите этих новых друзей по соседству, вы найдете их по соседству. Рядом с вами умирают беспомощные компульсивные переедающие, подобные людям на тонущем корабле. Если вы живете в большом городе, их сотни вокруг, стоящие на разных ступенях общественные лестницы, богатые и бедные, они будущие члены анонимных алкоголиков и анонимных компульсивных переедач. Среди них вы найдете себе верных друзей на всю жизнь, вы будете связаны с ними новыми для вас отношениями. Вы вместе избежите катастрофы и плечом к плечу отправитесь в путь. Тогда вы поймете, что значит отдавать себя другому, чтобы он выжил и заново открыл для себя радость жизни. Вы познайте в полной мере смысл выражения. Возлюби ближнего своего как самого себя. Да. Спасибо. Спасибо.